МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Власть факта». Я Сергей Кудряшов. Нет ни одного народа, равнодушного к своему прошлому. В каждой стране есть вопросы истории, которые вызывают ожесточенные споры. Единственный способ понять свое прошлое – это говорить о нем. Помни, дорогая, самое опасное для семейной жизни – это шахматы. Сегодня эта шутка из фильма «Шахматная горячка», который вышел на экраны страны в 1925 году, многим покажется совсем не смешной. Однако в то время все понимали, о чем идет речь. Страну буквально захлестнуло увлечение шахматами. И через очень короткое время у нас появилась самая сильная шахматная школа в мире. Чем потягательны шахматы? И какова их роль в компьютерный век? 1119 год. Короли Англии и Франции Генрих I и Людовик VI впервые сыграли в шахматы на расстоянии, сообщая о сделанных ходах письмами. Так было положено начало традиции шахматной игры по переписке, сохранившейся по сей день. 1851 год. Во время шахматного турнира в Лондоне секретарь сделал запись. Партия Уильямс Маклоу осталась незаконченной, поскольку оба игрока уснули. После этого в Европе начали использовать специальные часы, которые ограничивали время размышления над ходом. 1914 год. 8 апреля в Петербурге начался один из самых крупных турниров в истории шахмат. В нем будущий чемпион мира Александр Олехин занял третье место. Тогда же император Николай II предложил называть наиболее выдающихся мастеров гроссмейстерами. 1970 год. 5 апреля в Белграде закончился так называемый матч века. На этом командном турнире советские шахматисты выступили против сборной всего мира и вышли победителями, опередив соперников на одно очко. 2014 год. 16-й чемпион мира Магнус Карлсон проиграл в шахматы самому себе. В компьютерную программу был заложен уровень 14-летнего Карлсона, и чемпион допустил ошибку. Окей, я проиграл. Этими словами он закончил партию. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Олеников, историк, шахматист. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ян Непомнящий, гроссмейстер, чемпион России по шахматам. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас интерес в нашей стране, в общем-то, к шахматам существенно упал. Или я не прав? Мне кажется, он просто ушел немножко в другую сторону, потому что на общем фоне того, как было в Советском Союзе, в процентном соотношении и так далее, наверное, он не так заметен. Но мне кажется, это связано с тем, что шахматы, во-первых, ушли в компьютер. И огромное количество людей не обязаны выходить на улицы, бульвары, в клубы, а сидят дома и играют с огромным количеством соперников по всему миру при помощи интернета. Ян же живое воплощение постсоветских шахмат. Он же родился практически за год до распада Советского Союза. То есть вот можно его спросить, как оно было в постсоветском Союзе. Ну, он не помнит как. Нет, именно после этого. Насколько были же сильные шахматы. Ну, правда, Ян, вы росли уже в среде, которая уже была после Советского Союза. То есть среда была аж достаточная, чтобы вы стали гроссмейстерами, выросли, правильно? Ну, как оказалось, да. Где вы учили шахматы? У вас дома научили? Ну, учился, наверное, как и многие дома. Ну, потому что когда в семье играют шахматы, дети, они как бы тоже... Ну, как правило, да. Ну, чаще всего приучаются. Так кто-то по собственному желанию. Вот мне, например, было интересно самому. Ну, и потом как-то отвели меня в шахматный кружок и там уже начал. Ну, шахматы теперь ваша профессия, да? Ну, это может, да, довольно давно, поскольку в какой-то момент передо мной все-таки стоял выбор. Более серьезно заниматься шахматами, меньше времени уделять, скажем так, учебе и академическим достижениям. Вот. Либо, напротив, поступить, ну, какой-то... И выбор был сделан? Да, и выбор, в общем-то, был сделан. А в каком это возрасте вы делали выбор? Ну, наверное, в 16 все-таки лет. И когда появилась идея стать чемпионом мира? Да, не знаю, мне кажется, она всегда была при мне. Да, ну, кажется. Нет, ну, серьезно. То просто, как-то мне так повезло, что первые мои наставники шахматные, они мне объясняли, что просто лучше хорошо научиться играть, а остальное уже, то есть, скорее всего, приложится, да, так что, в принципе, можно было пытаться совмещать, но вот я решил пойти... Ну, совмещать, наверное, сейчас шахматы сейчас настолько сложны... Ну, любой профессионализм, наверное, уже... Не, ну, в принципе, уже в советское время, если брать 60-е, 70-е годы, шахматы превратились в науку фактически. Я думаю, первым таким профессионалом, наверное, было в советских шахматах ботвинник. А это, значит, 30-е годы, когда он создал метод подготовки, когда он сделал шахматы главной своей работой, когда он стал зарабатывать на жизнь, когда он продвинул шахматы на мировой уровень, написал это все, и потом по ботвиннику люди стали готовиться, улучшать и так далее, и создали вот то, что мы называем советской шахматной школой. Но до ботвинника была уже определенная система создана в стране, где можно эти шахматы развивать, и где люди могли играть не 100, 200 человек, а тысячи, правильно? Да, я думаю, миллионы. То есть как раз ботвинник вот вышел на этой волне, да, то есть он начинал играть шахматы, школьник уже советский в 20-е годы, и с этого момента организовывался массовое шахматное движение. То есть если мы возьмем дореволюционные шахматы, то это скорее такая интеллигентская игра, покровители шахмат на уровне госсовета, то есть Совета нынешнего федерации, грубо говоря, да, но вот это развитие массовое, когда шахматы пошли в массы, это 20-е годы, когда сказали, что сначала количество, которое даст качество. Ну, кстати, угадали? А кто этот мальчик за последней доской? Это Миша Ботвинник. Ему 14 лет. Он шахматист второго класса. Да, в моей стране он был бы маэстро. Интересно на него взглянуть через 10 лет. Фильм основан на реальных событиях. 20 ноября 1925 года. Чемпион мира кубинец Хосе Раулько Пабланко в свободный от московского международного турнира день дает в Ленинграде сеанс одновременной игры. Самым юным из 30 участников был 14-летний Миша Ботвинник. Болельщики пытались подсказывать подростку, поэтому во время обдумывания хода он закрывал уши. И вдруг, неожиданно для всех, Капабланко положил на доску своего короля в знак капитуляции. Родители Ботвинника были обескуражены. До этого они считали увлечение сына пустой забавой. Кто тогда предполагал, что этот юный любитель шахмат за свою спортивную карьеру сыграет 1202 партии, выступит в 59 турнирах, что в 1948 году станет чемпионом мира, шестым в мировой истории шахмат и первым в СССР. Свой первый чемпионский лавровый венок Михаил Ботвинник пустил на суповые приправы. В условиях дефицита, готовясь к соревнованиям, шахматист сам заботился о своем рационе. В 1947 году сотрудник МВД написал в своем отчете, что гроссмейстер Ботвинник через директора ресторана «Москва» потребовал отпустить ему 7 килограммов шоколада в плитках. Перед игрой и в перерывах он ел шоколад, твердо верил, что это стимулирует умственную деятельность. Жена, балерина Большого театра по имени Гайене, наставляла Ботвинника перед матчами. Бери пример с Галиной Улановой. Накануне спектакля она ни с кем не разговаривает. Ботвинник слушался жену. Перед матчем никакого общения, никаких развлечений, никаких зрелищ. В период соревнований мало есть избегать встреч с журналистами и не читать газет. На партию он настраивался, как на последний бой. В сопернике видел врага, победа над которым – вопрос жизни и смерти. Такой экстремальный военный подход к шахматам стал весьма популярен после Михаила Ботвинника, потому что приносил успех. Советский патриарх шахмат удерживал чемпионский титул с небольшими перерывами почти 15 лет с 1948 по 1963 годы. В принципе, о касте вот такой шахматистов мы можем говорить все-таки это середина 19 века, когда первые турниры появляются в Англии. 1851 год, первый международный турнир. Это был турнир лондонский, который был приурочен к выставке всемирной, и решили, что раз со всего мира идет всемирная выставка, пригласили всех шахматистов. Из России не приехали там по ряду причин знаменитых, но тем не менее, уже тогда российские играли на уровне. Ян, а вот вы те партии же смотрели с точки зрения современного шахматиста, как играли? Ну, скажем так, то, что сейчас является пробесной истиной для любого, скажем так, первого разрядника или второго разрядника, то, что вкладывается, ну, скажем так, в самые азы, это все накапливалось, не то чтобы веками, но это накапливалось, вот, может быть, как раз начиная с того времени. То есть начиная с работы Филидора, потом начиная с теории шахматной игры Стейница, несколько уже позже получается, да. И тогда, в общем-то, все это было в новинку, и тогда все это только нащупывали. То, как люди играли тогда, конечно, сейчас это, ну, выглядит немножко странно, чудно, то есть, ну... Ян, ну, вы как вот практикующий шахматист, который постоянно играет, насколько для вас вот эта историческая канва шахмат важна, скажем, вы изучали партии, там, Эйви, Алехина? Да, кстати, вопрос, я знаю, что путаницы есть. Вот ведь я говорю все время, Алехин, Алехин. Да, вы что-то, Олехин, Олехин. Я могу объяснить, это идет спор до сих пор, нерешенной, я большой сторонник Алехина. Могу объяснить, почему, да? Почему? Потому что есть специальная работа, известная очень специалистами по генеалогии, которым черным по белому, я в архиве нашел, и потом это было редкое издание, черным по белому пишут, это фамилия, имея в виду как раз шахматиста и его отца, должна писаться Алехиной с двумя точками, фамилия его Савелов. А источники, на которые опираются сторонники версии Алехина, они либо не очень достоверны, либо относятся к тому, что Алехин в 1927 году стал гражданином Франции. И на французский манер мы произносим Алехин, потому что не может быть ее безударной. С детства мне очень нравилось творчество Алехина. То есть у меня была одна из любимых книг, это, соответственно, сборник его партии, который я несколько раз, я думаю, прочитал все-таки. А как другие, допустим, Капабланка, которых все признавали как величайшего виртуоза? Плохо, наверное, тот шахматист, который не изучает партии. Ну это действительно что-то дают, старый шахмат? Или это можно отбросить, как такой, знаете, уже... Ну это вопрос, я бы сказал, такой общей шахматной культуры. То есть интересно эти партии пересмотреть. То есть сейчас сделка раз партии и матча соответствует вот этих двух величайших. Капабланка. Чемпион Капабланки, Лехина, да. Ну, кстати, это чисто психологически очень интересно. Их же считали людьми совершенно разного стиля. То есть Капабланка это шахматная машина, как его называли, автомат, которым даже думать не надо. Он как бы, то, что называется, думает рукой. Он делает все время правильные ходы. А Лехина исследователь, который вот уходит в позицию, то есть для того уровня, да, и которому надо было, чтобы обыграть Капабланку все время при страшном напряжении искать, потому что Капабланка ошибается там один раз за две партии. Ему нужно было напоймать тот момент, когда ошибется Капабланка. Ну, вам не кажется, что в современных условиях уже обычный мастер в состоянии обыграть Капабланку? Или я не прав? Есть две теории, но вообще говорят, что если Капабланка бы оказал... Дело в том, что алгоритм мышления и психологии шахматиста таковы, то есть если бы он оказался в наше время, ему, может быть, годик-два пришлось бы вот вработаться в эту систему, но тогда уже, конечно, мастер бы его не обыграл. У нас вообще есть какая-то ясность шахматы, откуда пришли, как пришли? Потому что одно время говорили Индия, потом говорили, что еще древнее, чуть ли не в Латинской Америке что-то нашли, да, у инков там похоже, в Древнем Египте что-то было. Игра на досках, единственное, шахматы это вот первая такая пошаговая стратегия, считается, что они развились из игры на доске с бросанием костей. То есть изначально ход фигуры выбирался с бросанием костей. Но это еще сложнее, наверное. Это казалось сложнее, это уже ближе к нардам, но решили, что еще проще просто пошаговая стратегия. Вот это. Они стали как бы прообразом компьютерных игр пошаговых во многом. Индусы изо всех сил стараются. Все-таки считается, что Индия родина шахмат, потому что там по рукописям, по источникам эпоса видно, что существуют подобные игры, которые постепенно эволюционируют от настольных игр на гонке в военную игру Читоранга, Четыре рода войск, как мы знаем, которые постепенно превращаются в шатранш или шахматы. Правда, в последнее время, естественно, китайцы пытаются доказать, что это они, потому что 64, магическое число, книга перемен, и дзин и так далее, с тех пор, как они усилились в шахматах, они говорят, что из Китая пришло в Индию. Но все-таки историки серьезные, начиная там от Мюррея 1913 года, нашего легендарного долгожителя Юрий Львович Авербахен, который в прошлом году издал книгу по истории шахмат, как раз ранее. Все-таки все говорят, что вышла из Индии, постепенно модернизируясь, захватила Арабский Восток, причем там было интересное соревнование. Ну, поэтому и шахмат, это уже оттуда. Это уже арабская, да, шахмат, король умер, безусловно. Было такое соревнование между послами, когда послы из Индии привезли шахматы, игру сказали, разгадайте секрет нашей игры, а те им на встречу выложили нарды, сказали, а вы нашей. Так вот, слушайте, прямо компьютер на истории, то есть компьютер сейчас вроде в шахматах сильнее человека, а в нардах нет. То есть, получается, вот нарды они не разгадали, индийские послы. Но настолько шахматы понравились, что они через этот Восток как раз и разошлись. То есть они попали и в Россию через Арабский Восток, и в Европу через Арабский Восток. То есть официально так, мы можем говорить о шахматах, примерно полторы тысячи лет назад они возникли, примерно в 6-7 век. Вот они попали в Арабский, на Арабский Восток, как раз тогда тоже он возникает. А в Европу они попропали перед тысячным годом примерно. Хорошо, а чисто исторически мы можем точно сказать, когда шахматы пришли в Россию? Да, да, можем. Примерно 10 век. В Новгороде мы находим шахматы очень много в Росковске. Причем именно в том виде, как мы их все представляем. Практически, да. То есть фигурки шахматные, ну, естественно, по русской традиции ладья, да, то, что плавает, хотя это везде Тура или башня. И, ну, ферзь тоже русский ферзь, то есть все то же самое. Я только не отмечу, что в России очень долго ферзь ходил не как везде, а еще и как кони. То есть это была вообще какая-то фигура там. Кто его заставил ходить? Правильно? Ну, видимо, вот, когда мы стали европеизироваться, где-то со времен Петра мы не только перешли на европейский календарь, но и стали ходить. Да, но с другой стороны, известный факт, что церковь запрещала играть в шахматы не только в России, но в Европе. Почему? Азартная игра. Как написано в Стаглам-соборе, еллинские беснования. То есть азартные игры со времен язычников. Они шли, туда же шла зернь, туда же шли нарды. То есть именно потому, что это были игры на деньги, о чем мы, собственно, и говорили. Начиная с XI века шахматы входят в курс обязательного образования дворянина. Примерно где-то с XIII-XIV веков шахматы, как один из теоретиков... Не, ну не у нас, не в России. Не в России, в Европе, конечно. Европейцы говорят о том, что шахматы – это уже не столько военная игра, сколько политическая, и что шахматы больше напоминают управление государством. А то есть было понимание, что шахматы помогают... Да, модель жизни. ...в общему развитию. Вот это пришло понимание. Да, даже в древних персов один из известнейших правителей, основатель династии сейчас сказал, что я не понимаю, поди шаха, который не играет в шахматы, как он вообще будет управлять государством. То есть вот это вот крайне важно. Этот человек играет в шахматы вот уже 85 лет. Сегодня Юрий Львович Авербах – самый старший по возрасту среди гроссмейстеров мира. Он уверен, что и долголетие, и здоровье подарило ему древняя игра, в которую он влюбился в раннем детстве. Когда Юрию Львовичу было три года, в Советском Союзе началось массовое увлечение шахматами. Оно получило название «Шахматная горячка» по одноименному фильму Всеволода Пудовкина. В 1925 году в Москве проходил первый международный шахматный турнир с участием гроссмейстеров разных стран. Залы были переполнены. В перерывах мировые знаменитости играли с публикой. Это событие смогло состояться благодаря поддержке государства. В августе 1920 года при Наркомате по военным делам был образован Высший Совет физической культуры. По настоянию Наркома юстиции Николая Крыленко в список видов спорта были включены шахматы. Билет Советского общества под номером один получил глава государства Владимир Ленин. Проводились массовые соревнования. Скажем, у нас вот профсоюзы проводили соревнования. Семьсот тысяч участников. Представляете? В дворце пионеров в комнату. Значит, много шахматных, штоликов. И регулярно проводились занятия. Вели занятия мастера по шахматам. То есть они учили вот так, как разыгрывать начало партии, как, так сказать, комбинировать. Когда был в дворце пионеров, я встречался с Надеждой Константиновной Крупской. Мы разговаривали с ней. Я все-таки был чемпионом дворца пионеров. Потом, когда вот я, опять же, это 30-е годы, я был чемпионом школьников Советского Союза. Меня, так скажем, все время вытаскивали на какие-то мероприятия. Все время шла пропаганда шахмат. И уссоревнования московские проводились по шахматам и между районами, между дворцами пионеров. Руководители страны сделали ставку на этот вид спорта по многим причинам. Во-первых, для занятий шахматами не требовалось крупных материальных вложений. Не нужны были стадионы, специальная форма и обувь. Только воля организаторов и помещение для игры. А в результате воспитывался новый тип человека, которому шахматы привили привычку думать, дисциплину, самоконтроль, грамотность. Соревнования проводились среди людей всех возрастов, начиная с младших классов школы и заканчивая матчами для пожилых. Семь лет я уже научился играть. Я жил тогда на Арбате. Значит, у нас в школе решили провести первенство школы. Получил я первый разряд, пятый тогда был, такую красненькую книжечку. Был гордый очень. В 1938 году, когда было проведено третье первенство СССР среди школьников до 16 лет, я неожиданно для себя победил в этом первенстве и стал чемпионом СССР. Только через 30 с лишним лет, когда инженер Юрий Авербах стал чемпионом Советского Союза среди взрослых, он полностью посвятил себя шахматам. Редактировал специальные журналы, писал книги, занялся историей шахмат. И как историк даже сделал интересное открытие. Считалось, что церковь отрицательно относилась к шахматам. И русская церковь так и так в свое время и была. Потому что, скажем, в 16 веке даже специальный указ был, что шахматы – это бесовское занятие. Был такой Якобус Цисолис, который проповеди читал на шахматную тему, используя шахматы как средство воспитания. Агросмейстер Юрий Авербах свои лекции о шахматах на протяжении 16 лет читал на всю страну по телевидению. Это было ноу-хау Советской шахматной школы – обучать людей дистанционно. В результате шахматные разряды получили 80 тысяч человек. Как я понимаю, но это сейчас уже не секрет, это была сознательная государственная политика по развитию шахмат? Ну, я вот в последнее время занимаюсь историей шахмата, пошел в наши архивы и посмотрел вещи, которые меня никто не смотрел, и я увидел, что да, действительно, это была часть культурной революции. Но должен сказать, что мы всегда ставим политику в угловую угла, то есть государству было важно по той или иной причине, то есть то ли отвлечь народ от политики, то ли наоборот его привлечь к культуре и так далее. Мы все время смотрим только верхнее государственное давление, но тут нужно увидеть вот это нижнее стремление, стремление народа к тому, что приобщиться к такой форме культуры. И вот удивительно, заметно, как вот это желание провести культурную революцию, оно поддерживается шахматистами еще до революционного стажа, которые по той или иной причине попали в верхи большевистского руководства. Например, соратник Ленин Ильин Женевский, будущий довольно крупная политическая фигура Крыленко и так далее, очень темная. Здесь нужно прямо сказать, что Ленин был сильным шахматистом. Ну, относительно, да. Хотя говорят, что он играл в уровень где-то первого разряда. Горький был сильным шахматистом. Горький был сильным шахматистом. Троцкий любил играть в шахматы, теперь можем честно об этом говорить. Теперь уже можно об этом говорить, да. То есть был уровень поддержки, Ленин, правда, как раз отошел. Он процитировал фразу, которую приписывают ему, но она встречается в шахмат-литературе начала 19 века, что шахматы – это слишком наука для игры и слишком игра для науки. Все началось с молодого поколения. То есть они, большевики, стали внедрять шахматы в школы, в детские сады. Ну, в нашем понимании детские сады они там не сразу появились, но именно вот к детям. И потом это… То есть они создали ту систему, которую потом у нас переняли, я так понимаю, китайцы, и сейчас очень многие так работают. То есть мы создаем массовое шахматное движение, именно за счет массовости больше шанса взрастить, найти, взрастить и подготовить сильных шахматистов. Но с другой стороны, создается вот этот общий пласт культуры, когда шахматисты, чувствуя себя какой-то такой особой средой, они видят, находят и понимают друг друга. То есть вот эта вот неопределенная кастовость – это все-таки не масонский орден, но тем не менее такая группа людей приобщенных. Да, мне кажется, знаешь, еще важно, что революция большевистская, она же очень резко поменяла жизнь в стране, и предшествовал опыт, часто отрицался. А вот в шахматах он был заимствован, причем, правильно, что звезды шахмат старого времени, они как раз не отрицались. И даже те, кто эмигрировал, кто уехал за границу, как бы… Да, ведь знаменитый Алёхин – эмигрант, который, казалось бы, как считалось, в Советской России выступил с антисоветскими выступлениями, и пусть падет также миф о непобедимости большевиков, как пал миф о непобедимости Капабланке, но при этом совершенно четко была формулировка. Алёхин – политический нам враг, но как шахматист он гениален, мы будем изучать и распространять его опыт у нас в стране. И в конце Алёхин собрался даже вернуться, ведь это была трагическая история, когда ему не удалось вернуться в Россию. Правда, в советской времене говорили так, что он вообще совсем хотел вернуться в Советскую Россию, но я нашел одно письмо в архиве, и никогда меня никто не учитал. Он пишет так, я хочу сыграть матч именно в Советском Союзе, чтобы показать все то уважение, которое сложилось у меня к шахматам в вашей стране. Это было в 1940 году, когда он должен был играть матч с Ботвинником. Кстати, я нашел целый плац документов в архиве Совмины, который в прошлом году, в 1964, я его публиковал впервые, когда выясняется, что не дали приехать Алёхину функционеры шахматные. Советские? Советские. Куда? Сюда, в Россию? В Россию, да. Почему? Они очень медленно вели переговоры, потому что председателя спорткомитета предыдущего расстреляли за плохую политику. И получалось так, что если Ботвинник матч выиграет, то хорошо, но если, не дай бог, он проиграет, то виноватым будет руководство, которое пригласило в Советский Советский предатель Алёхина. И вот очень хорошо видно по документам, как именно вот этот писатель спорткомитета тянет, тянет и тянет переговоры. Они длятся, как мы все думали, до начала Второй мировой войны, они длятся аж до разгрома Франции в 40-м году. То есть это говорит о том, что все-таки политика тоже там была, что это как бы... Ну, это вот личное. То есть Ботвинник дошел до Молотова и Сталина. Он всем показывал личное разрешение Сталина, телеграмму знаменитую, где написано «Вызывайте Алёхина на матч, остальное нетрудно обеспечить». А вот эта прослойка чиновничья, которая боялась вот в этой системе, она сделала все, чтобы это затормозить. Матч так и не застоялся, Алёхин просто умер. Да, когда закончилась война, Ботвинник сказал «Ну все, война кончилась, давайте играть». То есть говорю, а Алёхин... Причем говорят, он умер за шампанной доской, судя по всему, по всей видимости. Ну, скорее всего, да, хотя знаменитая фотография, где он умер за шампанной доской, скорее всего, постановочная. То есть есть письма корреспондента, которому хотелось покрасивее оформить вот это. А была травля Алёхина. Дело в том, что его обвинили в сотрудничестве с нацистами, хотя это очень темная история, скорее всего. Ну, он играл в турнирах, которые устраивали нацисты. Да, и якобы написал письма антисемитского содержания, публикованных в парижской газете. И он давал турниры, которые организовывал, арийские шахматы он делал. Да, писал якобы о барийских шахматах. Хотя, ну, он-то даже крестился и говорил, «Хотите, перекрещусь, что я не писал, говорю». То есть за него подредактировали. Хорошо. Тогда вот понятно, что государство вложилось в эту систему образования. Она не сразу дала плоды. Наверное, сколько понадобилось? Лет 30 где-то, да? Ну, мы будем считать так. Массовое шахматное движение, оно только так могло тогда выжить. Оно не могло быть интеллигентским, потому что надо было народ, рабочие шахматы и так далее. Это 25-е и дальше. То есть первый турнир в Москве, после чего начинается массовый шахматный горячий, знаменитый фильм «Подовкин». 25-й год. А Ботвинник становится чемпионом мира в 1948-м. То есть вот 23 года для того, чтобы достичь, скажем, чтобы воспитать шахматиста мирового уровня. 10 лет Ботвинник играет уже на уровне сильнейших шахматистов. И для того, чтобы стать, воспитать чемпионом мира, реального, это 23 года. То есть как раз сейчас 23 года, да, постсоветской России. Нам пора добиться каких-то существенных результатов. Ну, кстати, если вернуться к идее советской шахматной школы, вот как раз и Ян говорит, что он занимался по этим идеям. Она же пошла вширь, она же пошла по всему миру. То есть мне довелось два года работать в Сингапуре шахматным тренером. Вот я хотел про это отдельно спросить. Хорошо. Да. Нет, ну вот здесь сразу, раз мы пришли к этой теме. Дмитрий, вы играли в Азии и преподавали там, и обучали их шахматам. Что в Азии, какое отношение к шахматам? Очень-очень позитивное отношение у китайцев. В Сингапуре как раз большинство населения как раз китайцы. И видно вот их талант к шахматам, работоспособность потрясающая к шахматам, желание играть и, конечно, при этом очень прагматичный подход к шахматам. Значит ли это, что мы скоро получим китайских чемпионов мира? Ну мы уже женских получили, а вот с мушкиными, по-моему, научились справляться. Наша сборная России в последний раз выиграла. Можно, Яна, спросить подробнее. Но интерес большой. Причем русский тренер по шахматам, как у нас японский тренер по каратэ. То есть это очень экзотично, и в то же время это очень признается ценно. Вот, кстати, что интересно, в Японии шахматы вообще абсолютно никоим образом не развиты. Там совершенно другая страна. Ну вы знаете, что японцы говорят, что самая сложная игра – это не шахматы, а го. Ну, кстати, скорее всего, они не без оснований это говорят. Ну, многие компьютерщики не согласны, и многие шахматисты, которые в го научились. Особенно шахматисты. Многие шахматисты, которые научились играть в го, они скажут, что все-таки шахматы сложнее. Но компьютер в го человека пока не обыгрывает. Так, это даже и не близко. Не близко. Ну там просто другой принцип игры, он совершенно… То есть в шахматах больше логики. Вопрос, который, конечно, всех шахматистов мучит, честно скажу, никогда не верил, что машина сможет меня обыграть шахматы. Никогда. Я помню матч Каисы, не знаю, Дмитрий, помнишь ли, как Каиса наша машина выиграла. Она играла в уровне третьего, четвертого разряда. Я никогда не мог поверить, что машина сможет меня обыграть. И вдруг, вы знаете, эти программы появились, и ты понимаешь, что она может тебя обыграть, причем быстро. Нет, если я беру ходы назад, то тут понимаешь. Но если ты хочешь с ней чисто сыграть, чисто уже не получается. Обязательно зимнешь. Обязательно зимнешь, да. И вдруг машина неожиданно стала сильной. У машины, да, появляются некие абстрактные шаблоны, по которым она делает… Ну, я не знаю, я вот долгое время искал алгоритм своей игры с компьютером, потому что я, так сказать, в профессиональной шахмате давно не играю, но с компьютером играю периодически для удовольствия. Но хочется обыграть каждую новую программу. Я долго искал, и я долго очень играл дебют Сахольского. Б4, он отвечает Е5, а ты Б5, понимаете, да? И он без книжки, да? Нет, она играет по позиции, по центру. Она играет Д5, а ты А4. И после этого машина начинает сразу… Понимаете, для нее эта позиция нестандартная. Хотя мы понимаем, да, что нормальный человек… То есть она без дебютной книги. Как играть, да. Так вот, раз без дебютной книги, у меня вопрос. А если мы уравняем шансы человека и машины? Ясно, что машина, она, практически вся дебютная история человечества заложена в нее. Так если, скажем, мы даем товарищу Гроссмейстеру дебютные справочники, скажем, и разрешаем ему пользоваться до 25-го хода, к примеру, обыграете? Я думаю, что нет. 1974 год. В Стокгольме проходит чемпионат мира по шахматам. Но не такой, как обычно. Впервые соперниками становятся не люди, а компьютеры, точнее, ЭВМ. Из-за своих огромных размеров участники не смогли лично попасть на это соревнование, и их разработчики вынуждены были общаться по телефону, называя друг другу ходы. В чемпионате принимала участие представительница Советского Союза – шахматная программа «Каиса». К тому времени «Каиса», названная в честь шахматной богини, была уже хорошо известна внутри страны. Ее создали в Институте проблем управления Академии наук, а начало широкой известности положила игра с читателями газеты «Комсомольская правда». Идея принадлежала доктору технических наук Гроссмейстеру Михаилу Ботвиннику, группа которого работала над созданием шахматных программ в Московском энергетическом институте. Писатель и журналист Владимир Губарев тогда был редактором отдела науки газеты и хорошо помнит те события. У меня был когда-то первый разряд по шахматам в то время, и даже был случай, когда я со Смысловым сыграл в ничью. То есть на меня тут же все это свалили в отделе науки. Вот занимайся, вот Ботвинник – это твой кадр, и электроника тоже, занимайся этим. Мы думали, как бы прославить это дело, как привлечь к этому внимание. И тогда мы решили устроить шахматный матч между Каисой и читателями. Казалось бы, просто. Ход белых делает машина, отвечают читатели. Черных отвечает машина. Две партии. Но мы не знали, какого джина мы выпустили. В стране увлечение шахматами в то время было повальным. По субботам выходила газета с очередной позицией. До вторника приходили сотни тысяч писем читателей, а в четверг ночью Каиса просчитывала свои ответы. Матч между читателями и Каисой длился с января по ноябрь 1972 года. Сначала мы играли с Каисой. Потом однажды в Комсомольской правде явилось несколько гроссмейстеров. Приехал Толя Карпов. Приехали Смыслов, Тайманов. И помню, Карпов тогда говорил, но все равно, никогда машина не обыграет хорошего мастера, а тем более гроссмейстера. И я был свидетелем того, как однажды Толя проиграл партию шахмат электронной вычислительной машины. Первые шахматные программы для ЭВМ разрабатывались в начале 60-х годов в числе множества других программ. В то время происходила настоящая революция в электронике, связанная с подъемом промышленного производства полупроводников. СССР уже запустил в космос первый искусственный спутник Земли. Уже была испытана атомная бомба, а все сложнейшие расчеты до сих пор велись с помощью арифмометров. Их нужно было заменить на электронно-вычислительные машины. Почему ученые занялись шахматными программами? Шахматные ходы могли повлиять на развитие не только человеческого, но и искусственного интеллекта. Это, в общем-то, то, о чем говорил Ботвинник. Он сказал, что надо научить машину мыслить. Не считать, а мыслить как человек. Но эта задача оказалась трудновыполнимой. Хотя Каиса имела дебютную программу на 10 тысяч ходов, могла производить анализ во время хода соперника и просчитывала 200 позиций в секунду, все же в 1972 году матч выиграли читатели-комсомолки. Снова можно отдать дань Ботвиннику уважение, потому что, думая создать шахматную программу, он надеялся использовать ее в мирных целях. То есть для него, поскольку социализм – это планирование, учет и контроль, компьютер значительно облегчает работу госплана и распределение нагрузок. И мы знаем, что созданная им программа в качестве побочного эффекта разрабатывала наиболее оптимальный график ремонта электростанций в СССР. Кстати, чего? Нагрузка электрическая менялась. И он надеялся, что он будет работать в этом отношении. Вот ваш прогноз на развитие шахмат, Ян, в мире, вообще в нашей стране. Как вы, оптимист? Ну, как-то, ну, пессимистом быть довольно скучно. Ну, вот, так что, не, ну, я думаю, что... Тем более практикующим шахматистом, пессимистом. Да, практикующим пессимистом, да. Нет, на самом деле сейчас же довольно много времени уделяется развитию шахматного внедрения в школы. То есть, допустим, я уже, ну, скажем так, уже умел играть, уже имел, там, может быть, первый раз я был кандидатом мастера. Но у нас там, где я учился, в нашей, там, гимназии, ну, по настоянию директора, в начальных классах преподавали шахматы. То есть, я не знаю, насколько это хорошо, там, сказалось, или не очень. Ну, помимо, это было помимо шахматного кружка. То есть, это было просто обязательное занятие, условно, там, раз в неделю. Вот. Я думаю, что если это ввести, скажем так, на... Ну, не то, чтобы на факультативной основе, но, скорее, на добровольно-принудительной основе ввести это вообще во всех школах, думаю, что это пойдет только на пользу. У нас спорят, потому что говорят, не отобьем ли мы вкус к игре и так далее. А противники говорят, слушайте, ну, вкус к математике мы можем тоже отбить у ребенка, но, тем не менее, мы продолжаем его учить математику. И считается, что, почему это важно, сторонники всеобучия, действительно, шахматы быстрее развивают у ребенка абстрактное мышление. То есть, почему в 6-7 лет обычно начинают самые сильные шахматисты играть, да? Идет развитие другой игры такой. Все говорят, ну, давайте в бритш учить и так далее. Но мы не знаем, вот эффект шахмат доказан, проверен и действительно помогает развиваться. Доказана корреляция, полная связь между умением играть в шахматы и способностями математическими. В этом смысле, вот, будущий шахмат может быть в том, что они уйдут вот в педагогику, в образование и так далее. Я сейчас попробую вспомнить пять основных причин, по которым люди играют в шахматы. То есть, во-первых, жажда соревнований, вот просто желание соревноваться. Обязательно там либо победить, либо вот удовольствие от того, что выиграли, не выиграют. Да, это первое. Второе, это чисто научный интерес. Человек пытается решить шахматы как некую задачу. Третий, спорт, желание победить, самореализоваться. Помните, Фишер Роберт, знаменитый шахматист, когда говорили, почему вы так нравитесь подъезжать, он говорит, мне нравится смотреть, как они корчатся. То есть, он играет, получает удовольствие, как он подавляет... Подавляет своим интеллектом. Кстати, говорят, Алёхин тоже самое, очень любил подавлять своим интеллектом противника. То есть, вот, видеть, тот просто не выдерживал жуткого напора электрического. Это три, да? Четыре, это, собственно говоря, искусство. То есть, шахматы как некая форма... Эстетическое удовольствие. Эстетическое удовольствие. Вот тот же Алёхин, кстати, при том, что был чемпионом мира, он говорил, что для меня это шахматы искусство, и я беру на себя всю ответственность. А другой известный шахматист, Тараш, говорил, что человека, не знающего, что такое шахматы, мне жаль, не меньше, чем человека, не знающего, что такое любовь. Потому что шахматы, как искусство, как любовь, приносят людям радость. Вот, то есть, получается, вот, очень много мотиваций, по которым люди идут играть в шахматы. Каждый может у себя спросить. Как вы думаете, современная политика как-то вмешивается в шахматный мир, как раньше? Ну, я всё-таки, думаю, пик был в холодную войну. То есть, матч Фишер-Спаский, когда впервые гениальный американец бросает вызов всей советской шахматной системе. Ну, это... 72-й год. На него работала американская машина. Мы не знаем до сих пор, видимо, до какой степени. Но, тем не менее, слухи ходили устойчиво. И это было впервые, когда действительно Фишеру государство всерьёз помогало. Вывело его на матч со Спаским. Он потом, соответственно, от всего этого отказался. Но это уже личная его трагедия. И победа американцев над Советским Союзом, это была та стезя, в которой американцы действительно испытывали определённый комплекс неполноценности. Потому что шахматы... Они как будто умнее. Да, да. Получается, что советские вроде бы умнее. И вот, наконец, Фишер бросает один гениальный одиночка, вызов всей советской системе. Но на этом потом и ломается. Вот ведь в чём дело. А советская система работает... И очень сильно. Практически он бросил после этого. Да, видимо, он не выдержал этой нагрузки. И его отказ играть матч с Карповым, знаменитый, в 1975 году, видимо, связан с тем, что он просто не мог представить себе, как это будет тяжело. Мы знаем обратный случай, кстати, когда напряжение спасло человека. Был такой венгерский мастер Яныш Флеш, которому поставили смертельный диагноз. Да, да, да. Это вообще история реальная, да? Да, это реальная история. Да, да, нет, действительно. Это вроде была онкология, но медицинский нам не важно в данном случае. И он, понимая, что скоро умрёт, решил хоть какой-то вклад в шаг. Он был неплохой мастер, но не более того. Он сказал, я побью мировой рекорд по игре вслепую. Если я не ошибаюсь, он играл на 50 досках. Но он установил мировой рекорд по игре вслепую. Но напряжение мозга сказалось так, что он неожиданно вылечился. То есть безнадёжная болезнь отступила, и он благополучно прожил ещё лет 20, установив параллельно мировой рекорд по игре вслепую. Нельзя не задаться вопросом, в чём сила и притягательность шахмат. Наверное, в том, что это самая сложная игра, когда-либо созданная человеком. Количество ходов и комбинаций в шахматах практически бесконечно. Так же и как количество звёзд во Вселенной. Именно поэтому они дают необычайный простор уму и развивают силу интеллекта. А некоторым даже спасают жизнь. У нас в гостях были историк, шахматист Дмитрий Оренников, гроссмейстер, чемпион России Ян Непомнящий. Играйте в шахматы, оставайтесь на телеканале Культура. Редактор субтитров А.Семкин